Между тем, на пятом заседании Астана Клаб делегаты обсудят несколько новых тем, в том числе постараются найти ответ на вопрос, как наш регион сможет стать мостом между Азией и Европой. Одним из шагов для укрепления мира между разными государствами, по мнению президента Глобального института безопасности Джонатана Граунафа, должно стать ядерное разоружение. Сегодня страны, имеющие такое оружие, можно поделить на два типа. Одни уничтожают его, другие, наоборот, модернизируют, тем самым нагнетая международное напряжение. Отказавшись от своего оружия массового поражения, Казахстан задал тон всему миру, считает Граунафа. И этот именно опыт следует принять во внимание всем остальным. Моё мнение, мировых лидеров необходимо усадить за общий стол переговоров, а по главу угла поставить вопрос о спасении нашей Земли. Не думаю, что Третья мировая война может начаться на самом деле. Истории о ней всего лишь выдумки журналистов, желающих продать материалы с громкими заголовками. До сегодняшнего дня было использовано менее 1% ядерных боеголовок. В случае применения атомного арсенала в атмосферу выбросится свыше 5 миллионов тонн вредных веществ. Чтобы нанести планете непоправимый вред, достаточно использовать вооружение Индии и Пакистана, не говоря о других странах. В общем, никто не выйдет из этого поединка победителем. Это понимают все без исключения. Проблема в другом. Как говорят, хочешь мира, готовься к войне. Поддержание стабильности возможно лишь посредством демонстрации силы. Я говорю, ядерное оружие только усиливает желание воевать.